В Тюменском оборонно-спортивном лагере завершилась первая смена обучения. Прошли 130 курсантов, 7 дней серьезных тренировок, а сегодня были еще и финальные испытания. Достойно выдержали их все, но победители стали лишь 10 юнормейцев. Осенью они поедут на всероссийские игры в Москву. Какие навыки освоили ребята, увидел Николай Смирнов. Норматива нет, соревнуются просто кто быстрее. Первая смена в лагере «Ратники» была ориентирована на юнормейцев. Все они сознательно выбрали свой путь. Хочется как-то приблизиться к реальности, к армии. То есть в армию уже пойдем, уже не так тяжело будет. Все равно здесь интересно, что условия почти такие же, как в армии. Если я на вторую смену поеду, я уже, скорее всего, буду замком завода. Сориентироваться на незнакомые местности, пройти полосу препятствий, оказать пострадавшему первую помощь. Все эти навыки отрабатывались в течение недели под руководством опытных командиров. Еще одно упражнение для будущих «Ратников» — метание гранаты. Но не на дальность, а на точность. На расстоянии 20 метров примерно расположена мишень. Попадание гранаты прямо по ней дает 25 очков. Падение гранаты рядом — 20. И во внешнем круге всего 5. Посмотрим, сколько смогу выбить я за один бросок. Гранатой! Огонь! С этим упражнением курсанты справляются на отлично. Причем не только мальчишки, но и девчонки. Последних здесь чуть не половина. Для кого-то это просто активный отдых, а для кого-то — ступенька в военной карьере, сделанная в 13 лет. Это будет влиять на поступление в какие-то военные учреждения. Так как я планирую в будущем поступить в РВВДКУ, Лизанское высшее воздушно-десантное командное училище, то я надеюсь, это как-то поможет мне. Команда из 10 победителей будет представлять Тюменскую юнармию на всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа». Он пройдет осенью в Москве под патронажем Министерства обороны. На это и был сделан упор при подготовке. Очень интересные задания. Мы постарались придумать такие этапы, которые будут и на всероссийских соревнованиях, но и в то же время мы сделали такие свои, скажем так, фишки определенные, проходя которые ребята могут более качественно подготовить себя именно к всероссийским соревнованиям. Следующая смена в Ратнике начнется уже в понедельник, 2 июля. Всего в этом году таких смен будет 4. Николай Смирнов, Владимир Кондратьев, Тюменское время.